Вы знаете, есть несколько разных объяснений. То есть разные факторы этому способствуют. Мне самому кажется, что основной фактор – это некоторые, как вам сказать, пожелания истории, которому следуют события. Пожелание истории состоит в замедлении научных исследований. Я серьезно это говорю. Вы знаете, что происходило в последние годы перед распадом Советского Союза? Немножко разглашаю военные тайны, но уже можно это сделать. Такой не очень приятный момент в нашей семейной жизни. В Брежневе родители моей жены Копелев и Орлова оказываются в Германии по приглашению Генея Хабеля. И Брежнев специальным указом их лишает советского гражданства. Мы ничего плохого не испытываем. Я дома сижу, значит, я заведую сектором этого славяновидения. Вроде все спокойно. Меня за границу не пускают, конечно. Звонок и какой-то голос. Знаете, в это время мы интересовались все автоматами, которые могут говорить. Вот такой автоматический голос. Раздельно, очень четко говорит. Вот называю меня по имени-отчеству. С вами говорят из объединенного первого отдела. Первый отдел – это секретный отдел КГБ. Всех гуманитарных институтов Академии наук. Я соображаю, но, значит, по-видимому, до них дошли сведения, что Лёва и Рая лишены поддомства. Значит, естественно, что должны мне позвонить. Мы вам звоним потому, что секретным решением Совета Министров вы введены в создающуюся при военно-промышленной комиссии СССР в специальном научном совете сознания. И вы должны там заведовать лингвистическим отделом. Манин должен заведовать математикой, а Веренцев должен заведовать религией. Вы должны для этого засекретиться. Я не могу этому автомату, говорю, знаете, вот как-то неуместно там то-другое. Я говорю, нет, вы обязательно должны ко мне прийти. Ну, хорошо. Значит, в том здании, где сейчас институт философии, это я помню было зимой, было очень холодно, и даже в этом здании там на каком-то этаже. Но когда я шел по коридору, была одна дверь, где номер был, но не было никакой таблищи, что это он мне сказал. Я вошел и, прежде всего, почувствовал, что очень тепло. То есть какие-то были нагревательные приборы, которыми подогревался этот КГБшник. Подойти к нему прямо не удавалось, потому что был такой шлагбаум. Он по ту сторону шлагбаума от меня находился, он стал меня спрашивать, а вы что делаете? Значит, он получил только указ о том, что я заведую сектором. Не может быть, что вы заведуете. Почему? Потому что дела всех, кто заведует секторами, у нас копии должны находиться, на вас копии нет. В общем, выяснилось, что меня как-то потеряли. Это, видимо, отчасти объясняет для многих удивительный факт, что я так долго оставался в этой должности. Он говорит, ну а что такого? У вас нет секретности. Получите ее сейчас. Вам же только надо написать анкету. Ну, там, нет родственников за границей. То есть они на самом деле ничего про меня не знали. Не только то, какую я занимаю должность. Ну, в общем, мне удалось, как и Манину, и Аверинцеву отбояются, но все-таки Совет был создан. Во главе его был Велихов, тогда очень такой влиятельный официальный человек. Ну, значит, он и сейчас глава общественной палаты. Я вам хотел открыть военную тайну. Отчасти. Значит, ответ, я предполагаю, что история следует некоторым законам, не нами написанным. На одном из первых заседаний было бюро этого Совета, в которое я вошел, как и Аверинцев, и Манин. Пришел один человек, который был в военной форме. Он ученый, между прочим, неплохой ученый. С тех пор стал, по-моему, членом корреспондента, потом академиком, как будто. Он физиолог. Он нам сказал, что у них есть список основных требований, которые армия предъявляет. Вот, значит, мы этот Совет должны им помочь осуществить. Ну, первое, конечно, было вселение полной паники во все войско противника. Ну, и в таком духе было там пять или шесть требований. Ну, как вы знаете, я вскоре, значит, Советский Союз кончился. Кончилось это замечательное заведение. Я оказался в Америке и оказался у старого своего знакомого Беллингтона, директора библиотеки Конгресса, который мне говорит, знаете, вот президент только что подписал декрет, по которому в ближайшие десять лет объявляются десятилеткой мозга, потому что Конгресс должен принять серию законов, который определит, что государство должно сделать для того, чтобы, ну, для того, чтобы выполнить весь тот список, который до этого я слышал от своего знакомого будущего академика. Значит, я полагаю, что то, что ни в России, ни в Соединенных Штатах, с тех пор ничего существенного по мозгу сделать не удается, я говорю, это ответственно, да, с тех пор прошло очень много времени, темпы развития науки очень быстрые. Надо было постараться, чтобы ничего не было сделано. История старалась. И скажем за это спасибо истории, потому что в конце концов, я думаю, что опасность больше, чем создание атомной бомбы. Вот все-таки это пока что человечеству не разрешили трогать. Я уверен, что это в общем виде это так. А, значит, конкретная деталь, отчасти техническая, но она очень важна для ситуации внутри науки, заключается в том, что почти все, что было сделано до сих пор, вот те же работы Лурия, Джексона, людей, о которых я говорил, они были основаны на отрицательных явлениях. Значит, ну вот ранение в голову или там опухоль мозга. А последние годы действительно сделаны очень большие открытия в области изучения нормального мозга. С помощью томографии, введения в кровь некоторых веществ, которые потом можно посмотреть, как циркулируют и так далее. То есть оказалось возможным исследовать нормальную работу мозга, которая основана больше на асимметрических отношениях, чем на асимметрике, по очень простой причине. Потому что при асимметрии выявляются некоторые структурные принципы, а при нормальной работе выявляется то, что организму велено целиком всему работать вместе. Результатов очень много, есть хорошие работы на этом основные, но, в общем, в настоящее время лаборатории в большом количестве по всему миру, слава богу, не делают ничего опасного в отношении мозга. Значит, никаких особенно интересных, замечательных открытий, слава богу, не сделаны. И я надеюсь, что до тех пор, пока миром в основном будут править негодяи, которые не в состоянии использовать науку по-настоящему, до тех пор никаких серьезных результатов в работах по мозгу и не будет.